МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но есть и другая точка зрения. За прошлый год власть приняла столько непопулярных антисоциальных решений. Она так ударила по своему имиджу, по своему авторитету, что сейчас приходится искать выход. У нас еще будет возможность подискутировать на эти темы, но есть вопросы, по которым мы спорим гораздо меньше. Меньше, потому что принимаем как аксиому необходимость отстаивать интересы России на мировой арене. Вчера в послании президента на сей счет прозвучали весьма важные вещи. В этой связи нельзя не видеть, что США не оставляют попыток осуществить переворот в Венесуэле. Цель вмешательства в том, чтобы превратить суверенную республику в марионетку. Для США эта задача и политическая, и экономическая. Причинить Венесуэлу означает поставить под контроль ее нефтяные месторождения, крупнейшие в мире, если потребуется, обрушить нефтяные цены мировые, нанести удар по России и, конечно, ограничить Китай в источниках углеводородов. Ради этого нормы международного права и принципы ООН грубо попираются. Вашингтон пытается запугать народ в 32 миллиона человек, народ, который гордится своей независимостью и потому помнит и чтит и борца за независимость Симона Боливара, и социалиста Уга Чаоса. Отстранить Мадуро для США означает примерно наказать непослушных. Такова часть их глобальной стратегии. В духе второго издания «Доктрина Монро» развернуто наступление на страны Латинской Америки. И определенных результатов, надо сказать, Вашингтон добился. Он поменял левое дружественное правительство для России дружественной в Аргентине и Бразилии. Правда, прозевал избрание Лопеса Брадора в Мексике. Но Штаты идут дальше. 1 ноября советник Трампа по нацбезопасности Болтон обозвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа тройкой тирании. Он обещал не умиротворять диктаторов и грозил со всей тяжестью санкционного давления. По сути, угрозы Болтона стали своего рода объявлением войны этим странам. Вспомним, как в 2002 году Джордж Буш объявил Ирак, Иран и КНДР осью зла. С тех пор иракское государство уничтожено, против Ирана и КНДР введены санкции. В прошлом году США уже пытались осуществить цветную революцию в Никарагуа. Не вышло, но Болтон буквально вчера снова заявил, что дни Артега сочтены. И он сделал это заявление вслед за Трампом, который провозгласил, что и Никарагуа, и Венесуэла заслуживают свободы, что для Латинской Америки наступает новый день, что социализм умирает, а свободы и демократия возрождаются. Когда в прошлом году Николас Мадуро выиграл выборы президента Венесуэлы, США их не признали. А ведь уровень поддержки был 67%, 67% коллеги. Центром противодействия чивистам стала сегодня Национальная Ассамблея Венесуэлы, точнее то, что от нее осталось. Дело в том, что выборы в парламент прошли в 2015 году, прошли законно, победили там оппоненты Мадуро. Затем началось невыполнение обязательных решений Верховного Суда. Ассамблея поставила себя фактически вне закона, и Верховный суд зафиксировал утрату ею легитимности. Но большая часть депутатов решила действовать дальше в союзе с Вашингтоном и с его благословления. В середине декабря еще никому тогда неизвестный Гуайдо посетил США, Колумбию, Бразилию, представил план массовых протестов в Венесуэле. Начать планировалось 10 января, в день инаугурации Мадуро. 6 января Национальная ассамблея заявила, что Мадуро нелегитимный диктатор и избрала как бы своим председателем Гуайдо. Наступил сам день инаугурации, организовать волнение в Каракасе не удалось. Напротив, прошли массовые акции в поддержку Мадуро. Я видел все это, когда мы проезжали к зданию Верховного Суда, где проходило вступление в должность. На инаугурации присутствовали главы Кубу, Никарагуа, Боливии, Сальвадора, Абхазии, Южной Осетии, представительные делегации Мексики, Китая, России, Турции, Ирана, Белоруссии, ЮАР и других стран. Национальная ассамблея при этом объявила Мадуро узурпатором, призвала заблокировать банковские счета правительства. 23 января Хуан Гуайдо в нарушении всех законов страны провозгласил себя временным президентом и призвал к акциям неповиновения. Самозванца тут же признали США и их сателлиты. По призыву госсекретаря Помпео началась блокировка зарубежных счетов. Правительство только Банк Англии удерживает венесуэльского золота на 1 миллиард 200 миллионов долларов. И этот грабеж, кстати, хороший урок для России не держать свои средства в зарубежных банках. Венесуэльские заговорщики своего не добились, массового сочувствия не получили. Это доказали многотысячные демонстрации в поддержку Мадуро. Они были куда массовее, чем акции сторонников самозванца. Все это вполне объяснимо. Народное большинство в Венесуэле помнит, чем оно обязано Чавесу, социалистам, их политике. Помнят преобразование в здравоохранении, в сфере образования, в жилищной сфере. И поддержка граждан – это первый решающий фактор устойчивости власти чивистов. Есть и второй фактор наличия массовой партии. Социалистическая единая партия Венесуэлы обладает большими возможностями для гражданской и политической мобилизации. У нее широкий круг союзников, включая Компартию Венесуэлы, партию с большой историей. Ну и, наконец, третий фактор – это позиция армии. Противники Мадуро не добились перехода на свою сторону вооруженных сил Бальварианской республики. Гуайдо не раз обращался к армии, продолжает это делать, и манил, и грозился, и предлагал военным амнистию. 18 февраля к ним обратился сам Трамп, угрожал расправой, призывал перейти на сторону демократии. Но военные сохранили верность присяге и конституционному строю. Мне довелось в каракасе с министром обороны общаться. Это крепкий, умный, порядочный человек, очень популярный в стране, в армии. Он твердо поддерживает Мадуро и закон. Правительство обвиняют в неэффективности, но, извините, до появления американских санкций это же правительство в целом вполне справлялось. Сегодня, сделав все для усиления экономического кризиса в Венесуэле, в Штатах, тем не менее, не добились дестабилизации обстановки. Цены на основные продукты питания, которые так долго и так сильно росли, в последнюю неделю даже снизились. Наконец, противники Мадуро не добились его изоляции на международной арене. Сегодня глобальная кампания давления на каракас рухнула. В Вашингтон и его ставленники явно проигрывают. Они проигрывают. Они не готовы при этом это признать. Они не готовы смириться со своим поражением. Они именно поэтому особенно опасны сегодня. Что им остается? Конечно, они все больше склоняются к сценарию вооруженной агрессии, потому что псевдопарламентским путем решить вопрос не получилось. Граждан в Штатах уже давно приучали к мысли о том, что вторжение может потребоваться. Еще в 2015 году глава Южного командования США Келли заявлял, что Штаты войдут в Венесуэлу в случае начала гуманитарного кризиса. Информация о намерениях США в отношении Венесуэлы тревожит все больше. Трамп открыто заявляет о возможной интервенции. К вооруженному вмешательству в дела собственной страны призывает и Гуайдо. Готовятся провокации и предлоги для вторжения. Оппозиция и ее хозяева лицемерно объявили о кампании по доставке гуманитарной помощи. Ее запасы формируют в приграничных районах Колумбии главным образом. 23 февраля, несмотря на запрет Каракаса, колонны с гуманитарными грузами готовятся самовольно пересечь границу. Сомнений нет, речь идет о серьезной, спланированной Вашингтоном авантюре. Трамп требует от венесуэльской армии пропустить помощь, грозит карами. 23 февраля может стать решающей точкой. Накопилось достаточно признаков того, что будет запущен проект дестабилизации обстановки и открытого вторжения. Кстати, если даже была бы хоть малейшая возможность зачесть Гуайдо в законные исполняющие обязанности президента, сроки этого исполнения обязанности как раз и истекали бы 23 февраля. Именно на этот день и назначена провокация с гуманитарными грузами, назначен прорыв колонны. Картина сложилась, она ясна. Вооруженная интервенция США против Венесуэлы грозит обернуться самыми серьезными, тяжелыми и опасными последствиями для всего мира. Эту угрозу нельзя недооценивать. Мир хорошо помнит, как убийство одного эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны. Куба, Никарагуа, Венесуэла – это не триумвират, тирания, а страны, сделавшие свой суверенный выбор. Это народы дружественной России. Мы все это хорошо знаем, мы не раз убеждались в этом на международных площадках. Мы видели это, когда делегация Госдумы во главе с Вячеславом Викторовичем прощалась в говаре с Фиделем Кастро. Да, мы, коммунисты, не скрываем своих политических симпатий к народам этих трех стран, но сейчас речь, коллеги, не об этом. Речь о том, что в нашем хрупком мире все больше очагов для большой войны, и наш долг эти очаги гасить. Мы благодарны всем, кто в этом зале ежегодно высказывает единогласную, единоношную поддержку резолюции в защиту Кубы. Мы знаем, что и Владимир Вольфович Жириновский остается решительным противником левой идеи, но он поддерживает эти заявления, мы помним об этом. Мы защищаем Мадуро. Ну да, мы защищаем Мадуро как законно избранного президента своей страны. У нас есть для этого причины. Мы защищаем международное право от политических гангстеров, от тех, кто разрушил Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, кто пытался разрушить Сирийскую Арабскую Республику, защищенную нашими вооруженными силами. Защищаем Мадуро, мы защищаем свои национальные интересы. Не просто вложения в венесуэльскую экономику, а свои национальные интересы по большому счету. Конечно, мы должны потребовать от властей США в этой ситуации и их союзников прекратить вмешательство в дела Венесуэлы. Народ этой страны выбрал свое будущее, свою судьбу, они хотят строить сами. Все здоровые силы мира должны для поддержки Венесуэлы объединиться, для отпора агрессорам, авантюристам. Нам необходимо поддержать выборы в Национальную Ассамблею как способ урегулировать ситуацию, держать ситуацию на постоянном контроле, дать соответствующие поручения Комитету по международным делам. И реагировать своевременно на сложившуюся ситуацию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok